Влад Финкель – частный предприниматель. Вкалывает без продуху. Помимо основной работы, подрабатывает еще в двух местах. В апреле он удачно продал свой БМВ, решил купить новую машину. Долго приценивался, сравнивал технические характеристики, копил деньги. Цены кусаются. Всю необходимую сумму Влад смог собрать только к сентябрю. А теперь купить машину не может. Это просто юридически невозможно. Хочу новую. Из-за сбора вот проблемы. Невозможно оплатить его. Пока что неизвестно, как это все будет происходить. Так называемый утилизационный сбор в Украине ввели с 1 сентября. Его должны платить импортеры машин иностранного производства. Идея следующая. Машину когда-нибудь придется утилизировать и тратить на это государственные деньги. А потому будьте любезны, оплатите утилизацию заранее. Взимает утилизационный сбор на таможне. А новую машину в ГАИ можно оформить, только предъявив справку об уплате. Но вот какая штука. Самих справок еще не существует в природе. Кабмин не удосужился детализировать соответствующую процедуру. Рынок завис. Дело в том, что проблема какая возникла. В соответствии с законом, когда он вступил в силу, органы ГАИ не могут зарегистрировать, поставить машину на учет без данной справки. И из-за этого возникла проблема. Почему? Потому что закон был принят, закон вступил в силу, но кабинет министров не разработал соответствующую справку. Как она должна выглядеть и что должно в ней быть. А в соответствии с законом это не просто справка, это документ строгой отчетности. Три недели в ГАИ думали, что делать. Закон обязует милицию требовать справку, а справки не существуют. Это замкнутый круг. На этой неделе киевское руководство госавтоинспекции разослало региональным подразделениям детальные разъяснения по вопросу. Но в ГАИ их пока комментировать отказываются. Изучают, читают, разбираются. На данный момент этот вопрос уже в принципе практически решен. Почему? Потому что 18 сентября было заседание кабинета министров, которые приняли соответствующее постановление, которым утвердили приблизительную форму данного справки об уплате утилизационного сбора. И решили, что пока эти справки, ну допустим, время долго надо, так как это бланк строгой отчетности, нужно долгое время, чтобы это запустить процесс. И пока этот вопрос не будет решен, действуют временные справки. Южная таможня уже пообещала выдавать временные справки об уплате утилизационного сбора. Когда в правительстве разработают нормативный правовой механизм, их заменят настоящими. Как показывает практика, украинская государственная машина способна возиться с такими вопросами целые годы. Но временный механизм позволит таким людям, как Влад, официально зарегистрировать свои новые машины. Хотя бы на скорую руку. Юрий Гальченко, Игорь Гвоздев, Александр Кремлев, телекомпания АТВ.